Хорошее начало этого стрима Всем привет! Мы находимся на Купай Цветной Ну помимо тех людей, которые вы сейчас видите здесь Здесь еще два человека И еще как минимум пара человек гуляют, заряжаются и так далее То есть в середине буднего дня 6 человек в гражданском лагере Для нас это даже уже не так плохо И сейчас кушают семечки, читают книжки В целом неплохо проводят время Да здесь даже разрешена некая агитация Например, на шарике написано Агенты ГАЗДЕПа Купай Цветной Привет! Потом еще немножко окупай Цветной Это наверное так здесь все и выглядит Привет! Ты же постоянно на честных лагерях, да? Расскажи, как тут все происходит Ну как всегда Как обычно Как обычно Чем люди занимаются? Раздают агитационный материал Ну и так же решают вопросы Вопросы к 12-му числу Какие, например? Ну например По поводу Транспарантов И так далее И так далее и тому подобное Как обычно Вопросы к 12-му числу Это как и одно лагеря есть в будущем? Может быть Ну что Это как и одно лагеря Может сохраниться после нас? Я думаю Да Почему? Ну Люди Привыкли уже, наверное, друг к другу Хотят, чтобы У нашей страны все-таки Было светлое будущее И Я так думаю Будут стараться Все это для этого Чтобы Оставить Заходитель суммарки Спасибо Так Отворите, пожалуйста Штаны видны и слышно Да Ладно Готовиться не нужно Отвуще как есть Я Да я Думал со своим Слушай Ты так понимаю Ты у нас часто ходишь по разным лагерям Но ни в одном практически не остаешься? Не остаюсь, да Нигде А почему? Ну я дома как-то сплю все время Потому что я каждый день очень рано встаю У меня там то учеба, то еще что-то То есть нет такой возможности все время пребывать в лагере Ну и как тебе здесь? Ну здесь, мне кажется, лучше, чем на Арбате Потому что здесь не ходят столько левых людей Которые Там туристы всякие Там алкаши Которые Ну алкаши здесь тоже, правда, есть Но здесь все равно Мне кажется, атмосфера более такая Ну баррикадная, вот, похоже здесь Потому что уж фонтан есть Вот Поэтому здесь лучше, чем на Арбате, я считаю После фонтан среди что-нибудь будет? Здесь, я не думаю то, что здесь Но я хочу, чтобы был какой-то лагерь Опять же, окупая Абай-2 Только в каком-нибудь другом месте Чтобы уже сели, выдвинули конкретные требования И этот лагерь был массовый То есть, чтобы там было до тысячи человек доходило До двух То есть, ну как на Абай в первые дни Вот, тогда будет замечательно все Думаешь, получится? Я думаю, да Почему бы и нет? Главное, чтобы люди из регионов, которые приехали И они остались здесь Я просто знаю, многие хотят уехать после 12 сразу Но главное, чтобы они остались здесь Потому что, ну, в лагере же тоже В основном из регионов много людей Поэтому важно, чтобы они остались здесь Понятно Расскажи, как живет этот лагерь? Ну, живет он отлично, я бы сказал Постоянно приходит вечером Довольно-таки нормальная толпа народу Сколько примерно? Ну, в среднем где-то 25, наверное, 30 человек Где-то так Ну, кто-то сидит опоздна Там, ну, вчера последний человек ушел буквально Там, без пяти час То есть, за пять минут до закрытия метро Вот это Кстати, координатор белой ленты, чувак Я не помню, как его зовут Качагов Илья? Нет Качагов Илья? Вот, абсолютно верно, да Мы сидели с ним вдвоем в шоколаднице Потом он уехал Я вышел сюда Но здесь, кроме меня, еще двое человек было Потом, вдруг, откуда не возьмись Еще пятеро пришли Ну, а под утро я все равно остался один То есть, с шести утра и до восьми утра Я находился здесь один Все почему-то в Твиттере думают, что Все, то есть, из-за того, что Арбат как бы слил протест Что и мы слили протест Я выложил, что нет Окупает цветной жив Мы стоим До конца То есть, сколько сейчас здесь человек в лагере, учитывая, кого прямо сейчас здесь нет? Ну, раз, два, три, четыре А, учитывая тех, кто отошел Тех, кто отошел Ну, а сейчас здесь, насколько, четверо-пятеро Там еще двое Ну, кто-то еще спит на вписках То есть, народу еще нормально Основная масса, как бы, ну, человек восемь-десять Ну, так видится, как мы свои Так и почему снизилось количество народа, по-твоему? Вроде лагерь хороший Ну, просто отчасти, наверное, кто-то еще даже и не знает, что мы сюда переехали Иногда люди, допустим, приходят, была ситуация такая, что подошел человек и говорит, блин, я вас не мог найти Потому что очень много народу собиралось, кроме нас, как бы, ну, просто, ну, как бы, гражданских, кто гуляет Вот, и он говорит, я, говорит, пришел и просто не могу понять, какая группа людей, ну, то есть, активисты, оппозиции А потом их просто там по белым ленточкам узнали, короче, ну, и подошли уже, как-то, нормальная толпа собралась У нас позавчера тоже было очень много народу Хорошая Позавчера снимали ролик тут Вот там вот буквально Вчера что-то занимается? Ну, всегда по-разному Приходит кто-то с гитарой Позавчера вечером мы играли на гитаре, сидели целый вечер В покер играли На столе, там, в карты Ну, в принципе, как-то это так весело проводим время То есть, особо скучно не бывает И люди, кто приходят, тоже как-то подключаются И, как бы, наши мини-мероприятия, ну, это весело Нормально, то есть, живем свободной жизнью Понятно Спасибо большое Так, ну, в общем, как вы видите В такой форме непрерывный процесс у нас продолжается Ну, и вот, я думаю, что лагерь свою задачу выполнит Додержит на остыве Ой, давайте еще одну вещь Вот я вижу, как-то огромное количество, на самом деле, какой-то агитации Ну, по меркам вообще лагерей Что вообще происходит? Почему здесь так много всего? Почему это с этим ничего не происходит? А вообще, знаете, это такая ситуация Даже немного, скажем так, обидно Ну, лично для меня Потому что вчера была такая картина, что подъехали две машины полиции Вылезло 4 человека Ну, как бы кроме нас вот еще сидели, ну, люди, парочки там Ну, и распевали, в принципе, как бы алкоголь И подошли ко всем, кроме нас Вообще, то есть, реально обошли всех Там, кто распевал, требовали, ну, предъявить документы, там Что-то, какие-то переговоры между собой, там Возможно, кто-то штраф даже платит Я так особо, в принципе, внимание Ну, к нам никто не подошел, то есть, это все спокойно С чем же это связано? Я не знаю, с каким-то, наверное, спокойствием Может, какое-то затишье перед бурей Может быть, сейчас после принятия закона как-то все изменится Ну, не знаю, пока все тихо За все время, пока мы здесь прибываем К нам подошел один раз участковый И то он не с наездом, а больше с такой, какой-то просто Человеческой позиции попросил Что там, если какие-то сумки, вещи, чтобы их за лавочкой убирать Потому что стоит, снимает камера Она, как бы, идет на монитор, там, какого-то центрального ОВД И... то есть, это... понижает его статус, короче, в работе Ясно То есть, этот лагерь сворачиваться до 12-го, получается, не будет, как минимум, да? Ну, конечно, ну, даже если будут винти, даже это Все равно здесь по-любому кто-то будет оставаться Любыми там способами, не знаю, убегая от полиции, там, еще что-то Ну, мы все равно хотим быть тут до конца И если будет возможность, если будет, как бы, много людей То мы и после 12-го будем продолжать свое существование Такое свободное Вот, здесь вообще классно, на самом деле Здесь очень много публики, очень много народу И кто-то подходит, что-то спрашивает, остается с нами, там, стоим, общаемся Какие-то проблемы есть? Как управление очень организовано? Ну, у нас, вот, Сергей, вот, он отвечает у нас за финансовые вопросы в лагере Но, в принципе, все согласовано, все решается коллективно То есть, это не так, что кто-то один решил, захотел, пошел, там, взял Пасхит, собрания бывают? Ну, не, ну как, не то, чтобы собрания просто А, текущие вопросы, да? Да, просто текущий вопрос какой-то возникает Раз-раз, все, согласны, согласны, все, пошли, там, что-то сделали А гид-материал нам сюда привозят Вчера привезли кучу листовок, там, типа, наклеек Все, уже, в принципе, их уже нет Вот, сегодня привезли трафарет И в вечер нам должны привезти баллоны Будем вандалить Можем его не на камеру Ладно, вот, кстати, вот этот вот трафарет лежит Там написано, не забудем, не простим Это про 12 июня и так далее Вот, видите, вот, действительно за лавочками лежат вещи Видимо, чтобы не нервировать камеру А, ну, в целом, атмосфера действительно хорошая И действительно такая нанобаррикадная, судя по тому, что я здесь вижу Ну что же, будем надеяться, что таким образом нам удастся Удержать пройдет с 12 июня И после этого будет уже какой-то, может быть, более полноценный лагерь Хотя и здесь тоже не ходить, и здесь тоже здорово, на самом деле Не ходите сюда Всего хорошего, встретимся чуть позже Спасибо за просмотр!